Аутай Карим, у нас в союзе в Узбекистане многие люди сто лет назад из Узбекистана ходили пешком в Израиль, правильно или нет? Эти люди мы называли Ходжи, так или нет? Ходжи их называли. Но там мы не знаем, почему эти люди работали в Израиль. Я читал в одной очень интересной книге, что когда старые люди ходили в Израиль, они брали с собой песок. Этот песок они ставили в карман и с собой проносили обратно в Бухару. Когда этот человек умирал, он делал на сеанс своему детям, что когда я умру, посыпьте этот песок на мои глаза, на мои руки и на мой бредмила. И поэтому, когда ребенок, когда ребенок делал бредмила, рабай берет этот орла, мясо, которое остается, и его работа хоронит. Это почему сыпем на глаза, на руки и на бредмила. Потому что когда человек растет, сначала его грех начинается с глазами. Откуда мы знаем? Написано, Ева Хава. Она увидела дерево, и она желала этого плода, этого дерева, и она поела. Потом, после глаз, она оторвала еще одну фрукту из этого дерева, плоды, и с руками дала кому? Адам. Адаму дала. Потом написано, Адам переспал своей женой. И Нахаша, вот эта змея, это увидела рот, это еще был грех, что он переспал возле этого рота животного. Значит, Адам сделал три греха работая, с глазами, Ева, с руками Ева работая, и бредмила, вот это был Адам. И поэтому, когда, сто лет назад, когда люди ехали в Израиль, работали, проносили свой песок и ставили на глаза, на руки и на бредмила. Вот какая причина? Гоморак говорит, человек, который лежит на земле Израиля, это как будто он лежит под Мизбеях. Что такое Мизбеях? Мизбеях, это где просят жертвопроношение. Бог все его грехи, все его грехи прощает Бог. И поэтому, когда мы ставим песок на глаза и на руки и на бредмила, наполовину Бог прощает наши грехи. Вторая половина зависит от нас. Если мы раскаемся до своей смерти и сделаем чувак, потом работает песок, он помогает. Всем мазалтов, чтобы он вырос, стал большим работой цариками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!